Есенинское слово вовек не надоест. В нем постигаем снова пророческую весть. Когда восстал над нами, грозя ревущий вал, о Русь, взмахни крылами, Есенин призывал. 122 года исполнилось Сергею Есенину. Поздравить великого русского поэта собрались поклонники его творчества. На митинге присутствовало более ста человек. Это школьники, студенты, пожилые и взрослые. Разных людей объединила любовь к поэту. Ведь в незамысловатых строчках Белокурова-Хулигана каждый находит что-то свое. Очень нравится Есенин. Читаю, знаю много наизу. Гордость земли рязанской. Есенин – это поэт мира. Сегодняшняя литература без этого имени, без стихов Есенина, она просто непредставляема. Это все проблемы. И проблема патриотизма, и любви к своей родине, к любви к матери, к женщине, к родной природе. Все объединяет в себе Есенин. Первые стихи Есенина были опубликованы в журнале «Мирок» в 1914 году. А первый сборник вышел уже через два года. Он получил название «Радуница». Сергей Есенин – один из немногих русских поэтов, чьи стихи положили на музыку. В разное время их исполняли Александр Малинин, Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, Зимфира и многие другие. В день рождения поэта их читают и его коллеги. По валу стены крепостные, за ними избы терема, и в поле всадники степные, за тьмою тьма, за тьмою тьма. Знакомство с творчеством Есенина для многих началось еще в детском саду, и красной нитью прошло через всю жизнь. Даже ярый оппонент Есенина Владимир Маяковский однажды, читая его стихи, воскликнул во весь голос. Чертовски талантлив. Уверен, что сердце Рязанской области находится в селе Константиново, на деревенской усадьбе, где родился и жил великий русский поэт, а душа в необъятных есенинских просторах, которую мы с любовью и гордостью называем Есенинской Русью. В рамках поэтического митинга каждый желающий мог прочитать свое любимое стихотворение Сергея Есенина. Строчки из школьной программы здесь причудливо переплелись с малоизвестными, но создавали единый, цельный образ легендарного поэта. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».